Мусоросортировочный комплекс в промзоне деревни Машково, который мучил окрестных жителей отвратительными запахами, закрыт. Что будет на этом месте? И готовы ли мириться собственники с прекращением деятельности? Мария Кузьмичева выслужила всех участников конфликта. Мы будем ходатайствовать об отмене лицензии. Мы тоже будем ходатайствовать, чтобы не отменяли. Раннее утро. На территории мусоросортировочного комплекса страсти кипят не по-детски. Дело в том, что здесь прошла проверка по факту его закрытия. В ней приняли участие сотрудники управления окружающей среды городского округа Люберцы, депутаты и местные жители. Мы посмотрели, что действительно с данной территории мусор вывезен. На данной территории мусор не размещается. Сортировочный комплекс у нас не работает. То есть предприятие закрыло свою производственную деятельность на сегодняшний момент на данной территории. Напомним, 11 апреля 2018 года было проведено комиссионное обследование мусоросортировочного пункта ООО «Экострой Прогресс», в ходе которого были установлены нарушения требований земельного и природоохранного законодательства. А именно, нецелевое использование земли и нарушения в части размещения отходов. Сейчас правительством проводятся работы по полигонам по размещению отходов. А также задействованы все и проверяются все мусоросортировочные комплексы. Наталья Туликова с 2003 года проживает в Краскове. Это в одном километре от этого места. А с 2012 года в СНТ Долина. Как признается жительница, от большого потока машин и неприятного запаха страдает огромное количество людей, проживающих неподалеку. С закрытием свалки в Балашихе здесь до невозможного объема увеличилось поступление мусора. В понедельник свозится пищевка со всех домов, с Москвы. И получалось, что за 10 минут я насчитала 17 машин. 17 машин пришли, 17 машин разгрузили, 17 раз подняли чаек на полигоне. Как утверждает Наталья Турова, именно так проходит каждый понедельник. Она отмечает, что на даче уже ничего не выращивает. Шум, неприятный запах на протяжении всего дня. От скопления и несвоевременной переработки отходов страдают жители трех СНТ. Надежда, Дружба и Березка. Как утверждает владелец земли, он своими силами решал накопившиеся проблемы. При этом уверяет, что деятельность его организации должна быть возобновлена, так как все необходимые документы и лицензии у него есть. Будем разбираться с администрацией, с связкой. Пусть они смотрят в нашу документацию. Правомерная она, не правомерная. Я думаю, разберутся, поймут, что все правомерно. И, наверное, они опять приступят к работе. Депутат городского округа Люберца Ренат Бадаев утверждает, что у любого юридического лица есть право оспорить данное решение. Но рейды по выявлению нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования будут продолжаться. Естественно, этот вопрос будем держать на контроле для того, чтобы данный земельный участок использовался по назначению. Никаких бытовых отходов, свалок здесь не было. Что будет на этом месте решится позже. Но ясно одно, что склады останутся за собственником. И если владельцы земли хотят возобновить свою деятельность, они сначала должны получить разрешительную документацию у контролирующих и надзорных органов. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.